Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы у вас спросить, пожалуй, это, а хотите-то чего? То есть, ну да, есть одиночество, есть проблема, да, проблема одиночества, есть проблема того, что не складываются отношения с мужчинами, ну, не сложились отношения с мужчинами, с мужчиной. Есть проблема взаимодействия с друзьями, да, с подругами. Есть определенная проблема с выбором деятельности, потому что она вас не удовлетворяет и потому что вы не получаете того, чего хотите от нее. Есть проблема, да, а хотите ничего? Ну, то есть, аноним, вот я укажу вам на ряд проблем, да, на ряд проблем укажу, и что с ними делать вы будете дальше? То есть, говорить вам о том, что все будет хорошо, все образуется, все будет нормально, ну, сами понимаете, к чему приведет. А хотите-то чего? Запроса нет, вопроса нет. Понимаете, к нам вопроса, запроса нет. Ну, окей, вы рассказали, что с вами происходит, я понимаю, вам зачастую, правда. Но дальше что? Как профессионалы, меня интересует, что будет дальше, что вы с этим всем будете, как хотите, как хотите делать, понимаете? У вас вот даже в заголовке, да, заголовок вопросов, написано просто «Здравствуйте», то есть, вы никакого вопроса задавать не хотите, понимаете? Не хотите что-то менять, не хотите что-то делать, а чего хотите тогда, понимаете? То есть, я вас не обвиняю, на самом деле, нет, я вас не обвиняю, я просто говорю о том, что нужно с этим разобраться, определиться с тем, чего вы хотите, что вам нужно. Понимаете? Вот. Потому что одиночество, например, это непринятие себя. Одиночество, непринятие себя. Одиночество, непринятие себя. Одиночество, это обесценивание себя, да, это запрет как бы на удовлетворение своих потребностей. Вот. Ну, своих собственных потребностей. Одиночество, это невозможность находиться на дне с собой. Вот. То есть, тут как бы, изначально есть внутренний конфликт, от которого вы бежите, видимо, через мужчину. Ну, сейчас через мужчин выбежите. Дальше. Ага. Так. Полгода назад расстался мужчина, которого очень любило. А из-за чего расстались, причины какие-то. То есть, если вы его очень любили, если у вас были серьезные планы, но если у вас были серьезные отношения, то не мог ваш косяк все их продручить. То есть, на данный момент ваша основная проблема заключается в том, что существует неверная цепочка, логическая цепочка. Которая ставит прямую связь между тем, что вы накосячили и тем, что вы расстались. Так не бывает. То есть, если человек не принял ваш косяк, который случился один раз, значит, он вас не принимал до конца. Если он не принимал вас до конца, а принимал вас только ту, какую он хотел видеть, например, то этот человек, скорее всего, вас не любил. Или любил, но не так сильно, как вы. Любил нечистой любовью. И уж точно такой человек полностью до конца самого себя так же не принимает. Вот. Далее. Со своей стороны вы, со своей стороны вы, так же, так же, ошиблись не случайно. То есть, вот мой коллега вам, да, он сказал, ну, намекнул о том, что вы боитесь отношений. И я считаю, что он, в общем и целом, прав. Мой коллега прав в том, что вы боитесь отношений. Скорее всего, близости вы боитесь. Точнее, не только боитесь, а запрещаете себе близость. Я бы так сказал. То есть, просто есть запрет на близость. Определенный запрет на близость. Вот. То есть, где-то в глубине души вы считаете себя недостойной любви мужчины. Ну, например. 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 Так. Что, в общем-то, косвенно, косвенно, подкрепляется тем, что вы говорите, значит, ну, такую вещь, что я чувствую себя одинокой, вот, и так далее. То есть, понимаете, что, вот, одиночество, да, чувство одиночества, оно ведь не бывает из ниоткуда. Оно не возникает из ниоткуда, оно не возникает само по себе. Но чувство одиночества, оно приходит в силу ряда причин, в силу непринятия себя. Если человек, вот, например, вы, да, если вы себя не принимаете, то вы будете искать, да, вы будете искать подсознательно способы, чтобы, значит, ну, доказать себе, да, что вы им. Недостойные отношения. Вот. Серьезно. 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 Понимаете? Ну, вот. Так что, вот так. В этом, то есть, с одной стороны, да, мужчина, как бы, ваши отношения, природа ваших отношений такова, что вы, вероятно, идеализировали себя, да, идеализировали. То есть, не являлись в этих отношениях, вот, с той, кто вы есть. Вот. Ну, потому что, такая история произошла, да, она произошла, как бы, не случайно. Вот. И, вот, вы, вы себя вините, да, говорите, что, вот, я такая, сякая, как я могла это сделать, как она заказчила. Вот. Вот. Но. Если наказачили, значит, были неудовлетворены. Понимаете? Значит, добредность какая-то в чем-то была неудовлетворена. Вот. И вам, вот здесь, стоит подумать о том, ну, в чем именно вы неудовлетворены. Понимаете? Чего именно вам не хватает, в чем именно вы не косячили. То есть, то есть, как бы, ну, был косяк, был косяк, а что они себя представляют? Косяк, косяк, ну, вот, конкретно, да, что они себя представляют? Представляют они себя то, представляют они себя, что вы не можете себя удовлетворить. И поэтому косячит. То есть, понятно, да, что косяк, который у вас случился, да, случился косяк. А его нужно раскрыть. Потому что он случился, да, ну, не на ровном месте. И у него были причины. И причины, они, скорее всего, ну, такие же, какие у вас проблемы сейчас. То есть, я имею в виду неудовлетворенность, какая-то сомнение там и так далее. Может быть, возведение в абсолют отношений. Вот. Понимаете? То есть, не винить себя нужно сейчас вам. Как это вы делаете? Не винить. А раскрывать. Вот. Раскрывать природу своих действий. То есть, я что-то сделала. Вот. Ну. Ошиблась, да. Скажем так. Вот. Бывает. Но нужно узнать именно причины. Именно причины, по которым это произошло. Вот. Без этих причин, ну, вам в отношения вступать действительно не стоит. Потому что, по факту, да, по сути, вы просто будете, ну, повторите ту же самую ошибку. Вот. Ну, то есть, что-то еще раз. Вот. Ее совершите. Как бы. И все. То есть, снова и в отношении вы, по сути, сделаете. Вот. Если не будет, не будет, не будут раскрыты мотивы, мотивы вашего косяка. Вот. Да. Ну, и, как я уже сказал. Что это за мужчина, что это за серьезные отношения, такие, которые не принимают ошибки. Да. Вот. Вот. Это тоже очень важный момент, если мы хотим, ну, разобраться, вот, в том, что вы написали, да? Дальше. У меня нет близких людей, только две подруги, одна из которых, да, будем, и счастливы в браке. Ну, опять же, да, то, что у вас нет близких людей, как вы говорите, это может быть, может быть, связано с тем, как вы выстраиваете отношения с людьми, понимаете? То есть, выстраиваете вы отношения с людьми качественно, грамотно, например, или выстраиваете вы их как-то еще. Почему только два близких человека, например, при условии, что вы так сильно нуждаетесь в людях. Вот. Вот. Это, очевидно, тоже очень важный момент. Да? То есть, нуждаемость, сверхмотивация и, соответственно, невозможность выразить свои потребности и свои чувства у вас имеются. Причем, причем, я говорю сейчас исключительно только про социальные связи. Я не говорю про личные взаимоотношения ваше сейчас. Да? Вот. Прошу это учитывать. Вот. Потому что это достаточно, ну, важный факт. Вот. Чтобы вы не вас перепутали, да? Чтобы вы не думали, что я вам, значит, ну, говорю вам то, чего нет. Вот. Я именно сейчас про социальное взаимодействие. Дальше. Я человек вроде бы независливый, никогда с собой такого не замечала и ни с кем себя не сравнивала до того момента, пока не расстался с твоим мужчиной. Ну, понимаете, я верю вам, верю в то, что вы человек независливый, верю вам в этом. Но проблема заключается в том, что если вы в мужчине, например, чересчур сильно растворялись, да? Вот. Что, естественно, вы будете завидовать сейчас, потому что у подруги есть то, чего нет у вас. Но это именно счастье, да? Ожижение счастья, как вы говорите. Это именно ощущение внутреннего спокойствия, внутренней гармонии в себе. Надо это такая наполненность. И поверьте мне, как специалист, и я этим занимаюсь уже достаточно давно, дело здесь не в каких-то внешних факторах, на самом деле. А дело здесь совсем в другом. Дело здесь в том, как человек сам себя воспринимает. Ваша подруга, она ведь, наверное, не стремится получить что-то от людей, с которыми она, ну, живёт, да? Она, скорее всего, наоборот, отдаёт им. То есть не получает, да, отдаёт, стремится отдавать, не получает, как бы. И для того, чтобы получать, вот для того, чтобы отдавать, нужно быть самому наполненным человеком. Именно наполненным, да? Вот. А у вас получается так, что вы-то как раз и не являетесь наполненным. То есть вы были наполнены со своим мужчиной, вот. Но из-за того, что накосячили, да, вот в силу того, что накосячили, скажем так, вот, скрылось, что, несмотря на наполненность, наполненно вы были немножечко не тем. Да, да? Ого. Ну, возможно, вы со мной не согласитесь, да? То есть я, как бы, понимал, что, ну, что спорить с вами, мне не хочется с вами спорить. Вот. Я просто говорю. То, что, вот, есть по факту, не сказать. Тут ведь тонкость ещё о том, что вы, не выдавая вопросов, да, а по сути оставляете для себя лазильку. То есть вы тогда можете сказать, я имел совсем-то совсем другое, вы подумали совсем не то и так далее, и так далее, и так далее. То есть я, как бы, знаешь, как я сознаю, как это работает. Понимаете? Ну, и в общем и целом, в общем и целом, именно поэтому я и сказал сразу, что вы не задаёте своего вопроса. Вот. Именно по этой причине. Потому что, ну, если бы вы задали вопрос, сказали, что вы хотите, вам было бы легче ответить, то есть была бы уверена в том, что вы получаете, как бы, ну, то, что вам нужно. Вот. И, поэтому, поэтому, вот, здесь вы, как бы, лукавите немножко, здесь вы лукавите. Ну, это связано, опять же, да, со спецификой вашего состояния, потому что, возможно, менять вы ещё не готовы что-либо в своей жизни, а может быть, да, дело даже не в готовности, а в страхе. То есть тут, как бы, тоже нужно разбираться. Вот. Сейчас все её дети, муж дебил, в моём понимании. Ну, вот здесь обесценивано, да. То есть, какой бы мужчина не был, да, но если это мужчина, значит, если это мужчина вашей подруги, да, то вам, ну, его, как бы, как бы, ну, надо, в любом случае, выбор уважать. То есть выбор подруги нужно уважать, в любом случае, понимаете. Ну, вот. В данном же случае мы имеем то, что вы не уважаете выбор своей подруги, так получается. Вот. И называете мы же дебилом, что, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. Вот. Но, тем не менее, у вас есть основание его так называть. Я так основание называть. Одно дело, если вы заботитесь о своей подруге и считаете, например, что он не сделает её счастливой, да, только, там, причиняете ей неудобства и так далее. И другое дело, если вы говорите это, ну, вот, потому что вам так хочется, потому что вам так, ну, вы так чувствуете. Вот. Вот. Это совсем уже другая история и затраты нужно с этим, ну, с тем, почему именно вы так вот считаете, да, почему именно вы так говорите. Вот. Это важно, вот такие вот тонкости, да, такие тонкости, но это обесценивание человека в любом случае идёт. Вот. Как бы. Вот. В любом случае это идёт обесценивание. А, здесь. А ему быть, в общем, в общем, не должно. Должно быть обесценивано. Дальше. Для меня сомнительно. Так, хорошо. Для вас такое часть не сомнительного. Почему же вы тогда завидуете? Вот вам, когда коллега сказал, что вы противоречите себе. Я с ним, ну, должен согласиться. Потому что, ну, вы действительно, вы действительно себе противоречите. Вот. Ну, в известной степени. Вот. Если вы считаете вот это счастье сомнительным для себя, то какое счастье не сомнительное для вас? И какова ваша роль в этом счастье? Именно ваша роль? Она какая? Какой? Вот конкретно. Конкретно ваша роль. Понимаете? Это важно. Для того, чтобы понять, что с вами происходит. Опять. То есть, складывается ощущение, что вы завидуете некому социальному элементу. Вот. Последнее время я начала за собой замечать, что выиграю не конкретно браку или еще каким-то вещам, а именно этому состоянию счастья. Потому что оно доказывает на свое. Я бы с детьми таким будем счастлива была бы. Вряд ли. Но она счастлива по-настоящему. Она прошла определенный путь. Да. Она там реализовалась полностью. Или у нее изначально были такие, ну ориентиры такие были. Вот. Но в любом случае, она к этому пришла не сразу. Понимаете? Вот. То есть, она пришла к этому, грубо говоря, своим путем. Не таким, как вы. Вот. Вам же к этому, к этому нужно прийти своим путем. Дальше, у меня никого. А зачем вам кто-то? Чтобы что? У вас, грубо говоря, дисгармония внутри. Да? Внутри себя. А вы пытаетесь найти кого-то, чтобы вам эта ситуация поправила. То есть, других людей. По сути. При этом вы, ну, не желаете, как бы, обращать внимание на свои, ну, свои проблемы. Вот. Не хотите их решать. Хотите просто, чтобы у вас были знакомы, ну, были люди. Понимаете? Вот. Я очень рекомендую вам данную ситуацию рассматривать именно как такой вот кризис определенный. То есть, когда вы могли бы из этого кризиса сделать для себя вывод. Какой-то вывод. и начать что-то менять в самой себе. В своем отношении, ну, к жизни, например. Да? И так далее. Вот. Вот это, пожалуй, важно для вас. Ну, действительно важно для вас. А не ориентироваться на других людей, как вы привыкли. Опять же. Такая позиция откуда-то взялась. Так. Ну да. Вы проживаете это чувство, наполненности, нужности. Да. Я не хочу уехать. И уехать не хочется. От чего? У нее есть все, только, у нее есть все, то есть не только родители и дети, а у меня вообще никого. Вот опять же, зачем вам что-то? Чтобы что? Знаете, не было у вас адекватного расставания, видимо, тогда с родителями. Ну, допустим, даже с родителями. Потому что родители, они, ну, даже если их нет уже, да, то вам с ними, ну, нужно было адекватно проситься. Либо отпуститься. Вот. Смотрите, если у вас с ними отношения не складываются, допустим, ну, не складываются, ну, то нет ничего удивительного в том, тогда, что вы не можете выстроить отношения с мужчиной, ну, с мужчиной и косячиться. Потому как вы переносите на мужчину отношения со своими родителями. Ну, вот, в частности, с адком. Вот. Понимаете? И да, это может быть очень неприятная такая история, это может быть очень неприятный такой момент, но он есть, этот момент. И только вам, что, то есть, через личную ответственность, ну, не знаю, с этим что-то сделать. Дальше. Так. Так. Дорога, подруга, у меня есть мыть нередко, без меня, я сейчас по телефону. Ну, вот, видите, а для себя-то вы что делаете? Понимаете? То есть, работа у вас, которую удовольствия не приносит. Хобби у вас нет, своих собственных планов и целей у вас, получается, нет тоже. Ну, потому что, они были только с, так сказать, мужчиной. Ну, вот. И возникает вопрос, возникает вопрос, да, возникает вопрос, а ходить это вы чего, собственно? Ну, это вам что, собственно, вот, собственно говоря, что вы хотите? Смотрите, какая история, опять же, то есть, кто отвечает за то, что вы, грубо говоря, вот, ну, не можете, значит, реализоваться самостоятельно. Вот. Кто отвечает за это? Понимаете? Вот с этим нужно разобраться. Потому что это очень важно. Очень важно, чтобы вы получали наслаждение и удовольствие от того, что вы делаете. Чем вы, ну, очень важно, чтобы вы получали удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Очень важно, чтобы вы чувствовали обратную связь, чувствовали, что идете к каким-то своим целям. Не чужим, не чужих людей, да, и не других людей, не обязательно чужих. А своим, именно к своим целям, что вы идете. Для этого нужно, опять же, систему ценностей, да, свою заботу о себе, да, нужно. Чтобы, ну, чтобы, вот, была работа о себе, что вы работали за себе, чтобы принимали себя, не обесценивали себя и других, да. Вот. Это первое. Второе, второе, да, ну, я думаю, второе, второе, я думаю, понятно, да, это, значит, твои собственные жизненные ориентиры. Вот. Какие они, эти жизненные ориентиры? Понимаете? Вот это важно. Важно для вас, чтобы вы сами для себя эти аспекты, вы их выявили. Понимаете? Тогда вы будете идти по жизни, реализуясь, чувствуя адекватную обратную связь, да, вот. И независимо от, значит, от других людей. Вот. И вот таким образом вы и сможете освободиться от своего состояния, ну, в котором вы, ну, вот, сейчас, да, на данный момент находите. А другого, другого способа-то нет. К, ну, к сожалению, нет других способов это сделать. Понимаете? Какая история. Вот так, вот так вот вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. Начинаю сильно плакать или просто грустить правильно, потому что для себя-то, для себя-то ничего вы не делаете, работа вас не удовлетворяет. Правильно, что не хотите в таком состоянии искать мужчину, ничего хорошего с этого не получится. Вот. Ну, а только с этой возможности, то возможности есть и у вас. Это не зависит от мужчины, абсолютно. Вот. Абсолютно. Возможности есть ваши, вам нужно просто их увидеть. В этом я могу вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.